Здравствуйте! В эфире телеканала Волгоград-1, программа «Коммуналка». Сегодня в выпуске расскажем о причинах баснословных сумм за отопление, о результатах рейдов в госжилинспекции и о коммунальной проблеме жителей Краснооктябрьского района Волгограда. Сбой в работе общедомового прибора учета, разный расчетный период или элементарная безалаберность коммунальщиков. Власти региона помогают жителям Волгограда разобраться в завышенных платежках за отопление. Квитанции, повергшие в шок многих владельцев квартир, пришли в феврале. Сумма за январь у некоторых жильцов выросли в два и более раза. Ситуацию взяли на контроль на областном уровне, пообещав тщательную проверку по каждому обращению. Результаты решено озвучивать в том числе во время встреч с людьми. Первый такой разговор уже состоялся в Ворошиловском районе и получился эмоционально жарким. Подробности в нашем следующем сюжете. На ушах стоит не только один дом на улице Лавочкина. Жильцы десятков других по всему Волгограду никак не могут понять, почему вдруг так резко выросла плата за отопление. Непонятно жильцам дома, что в внештатной ситуации ежемесячно происходит у нас, начиная с отопительного периода. Вот здесь платежки. В каждой платежке написано внештатная ситуация, внештатная ситуация, внештатная ситуация, которая позволяет производить постоянные доначисления. В результате чего эти внештатные ситуации происходят. На этой встрече с жильцами жарко от эмоций людей и цифр, которые значатся у них в платежках. Некоторые говорят, суммы за отопление повысились уже в декабре, но большинству собственников именно за январь пришли астрономические счета. За ноябрь месяц пришла платежка 1600 за отопление. В декабре месяце пришла платежка 2600 за отопление. А в январе месяце уже пришла 3600 платежка за отопление. Сегодняшнее совещание дало надежду на то, что в общем-то в городе есть люди заинтересованные разобраться в данной ситуации. На этой встрече действительно разбираются детально в каждой ситуации. Представители региональной власти говорят, тарифы не повышались и объективных оснований для увеличения платы за тепло нет. Но, как выяснилось, есть многочисленные факты безалаберности коммунальщиков. Эта ситуация ненормальная. Вот по-вашему, она ненормальная, ее ничем объяснить не нельзя. Кроме вот, я считаю, некой безалаберности, неисполнением надежащих своих должностных обязанностей. Если управляющая компания и поставщик ресурса концессии теплоснабжения не могут найти общий язык, то жильцы от этого не должны страдать. Температурный режим, конечно, установленный, который управляющая компания, он нам не подходит. Два вопроса. Почему холодно, а потом, почему много платим? На этой встрече люди могли задать вопросы напрямую и получить ответ. И если где-то плата повысилась незначительно из-за разницы расчетного периода, то по другим домам одной из причин увеличенных сумм стала неисправность общедомовых приборов учета. У меня вопрос к управляющей компании. Почему прибор учета не был поверен? Почему он вышел из строя в отопительный период? Данный дом оборудован индивидуальным тепловым пунктом. Изначально мы предположили, что, возможно, при этой причине некорректные работы или выходы из строя автоматики. Мы были правы. То есть, на самом деле, это оборудование в нерабочем состоянии. Коммунальщики оправдывают завышенные счета неисправностью приборов, программным сбоем. Но власти региона заявляют четко. Проверим каждый факт. И в случае вины управляющей компанией или концессии теплоснабжения заставим сделать перерасчет. По трех домам, где было установлено, что действительно расход теплоносителем на дом был выше, чем в декабре, без объяснимых на то пока причин. Жилищная инспекция Волгограда инициированы проверки. Нужно найти основания для того, кто должен сделать перерасчет или должен разъяснить, почему это произошло. На проведение проверок отводится ровно две недели. После этого с выводами обязательно ознакомить жильцов. В Волгограде продолжаются рейды госжилинспекции. Нерадивых коммунальщиков лишают права обслуживания домов. Так, 448 объектов исключены из лицензии УК в прошлом году и еще пять с начала этого года. А за 2020-й общая сумма штрафов составила 72 миллиона рублей. Недовольны своей УК и жители нескольких домов трактора Заводского района. Люди устали жаловаться и упрашивать управленцев, чтобы те хоть немного поработали за деньги жильцов. Грязь, бардак и неустроенность. Жители с улицы Салтыкова щедрина, что в трактор Заводском районе Волгограда нас предупреждают сразу. Ничего хорошего мы не скажем, потому что мы сами подметаем двор. Мы сами моем все. Все делаем сами. А к ним не дозвониться, не договориться. Только берут деньги. Больше и больше ничего. Старая детская площадка, облупленный фасад, ветхая кровля, дыры в стенах и трещины. Дом 49-го года постройки рушится на глазах. Деревья и кустарники расположены от дома менее пяти метров, что тоже нарушение. Здесь мы наблюдаем картину растущего дерева из цоколя. Разрушает его целостность и угрожает фундаменту. А жителям зимой угрожают еще и гололед и неубранные сугробы. Дворник из управляющей компании тут днем с огнем не сыщешь. Снег сами чистим. Это можно? Мне 80 лет, а я чище снег. Не только чистить, но и ремонтировать давно пора и подъезды. Здесь паутина на дверях, облупленная штукатурка, срезанные батареи, открытые электрощитки и торчащие провода. Просто чудо, что еще никого не стукнуло током. Претензии большие. Подъезды вообще не убираются. Двор вообще не подметается, не убирается. Мы сами выходим. Вот пожилые, молодые. Выходим, сами собираем мусор, сами все это выносим, чистим все это. А они вообще ничего не делают. Претензии адресованы управляющей компанией «Галлопарк». Ее представители жильцы никак не могут увидеть, а все требования людей, по их словам, напрочь игнорируются. Видимо, узнав о приезде проверяющих, коммунальщики решили в кои-то веки навестить подшефные дома. Люди, говорят, видят их чуть ли не впервые. Ничего не делают. Вообще палец от палец. Мы даже и в глаза-то не видим их. Хоть бы раз пришли, поинтересовались бы, что у нас здесь, как у нас. Никому ничего не надо. В соседнем доме стукатурка уже сыпется на голову. Плафонов и лампочек на этажах нет. Батарей и подавно. Подъезды холодно, да? Постоянно. Трубы есть, чтобы привезти отопление. А их нет. Никто не командует этим. Вот трубы. Они должны быть горячими. А сколько по времени уже холодно подъезды? Ну, вот как зима началась. О претензии к коммунальщикам, говорят, жильцы начались давно. Подъезды не убираются. Вы посмотрите на наши стены. Хоть бы какой-нибудь тут ремонт или что-то сделали. Во дворе никто ничего не убирает. Зато мы платим аккуратно, очень аккуратно платим квартплату. Судя по всему, плата идет в счет штрафов. Управляющую компанию уже наказали на общую сумму более 10 миллионов рублей. Выдано свыше 160 предписаний, но и половина так не исполнена. Данная управляющая организация с 2019 года осуществляет деятельность на территории Волгоградской области. Всего у нее находилось за этот период 222 многоквартирных дома. С 2019 года по обращениям жителей органами госжилонадзора проведено 162 внеплановых проверки, по итогам которых было выдано 164 предписания. Были факты, когда управляющая компания даже не предоставила доступ проверяющим к общедомовому имуществу. Чтобы подозвониться главному инженеру, это, знаете, бесполезно. У меня тут затопили с 10-й квартиры. Вызывал мастера. Никто не придет, никто ничего не делает. Это очень плохое отношение этого галопарка. В итоге у галопарк заберут обслуживание сразу трех домов по улице Салтыкова-Щедрина. Так что другим управляющим компаниям стоит задуматься. Если общая площадь домов, исключенных из лицензии, превысит 15%, то право работать в сфере ЖКХ такая компания вообще лишится. Жители СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе остались без света, воды и тепла. Их старый трансформатор просто не выдерживает нагрузки. Чинить его, по словам жителей, бесполезно. Он работает на износ. Свет появляется всего на несколько часов, а затем снова исчезает. Наша съемочная группа попыталась разобраться в ситуации. Эта зима стала настоящим испытанием для жителей СНТ. Свет выключается здесь постоянно, и тепло приходится буквально беречь. Трансформаторы наши приходят в негодность. Как говорит председатель, денег у СНТ нет, ремонт производить не на что. Счета у нас все арестованы. Потому что в энергосбыт перечисления идутся, ну, мы как мы думаем, по минимуму. Председатель с нами на контакт не выходит, никакой информации нам не дает. Александр Владимирович Синельщиков председательствует уже три года. И, по словам жителей, все это время их СНТ утопает в долгах. Общая сумма задолженности почти 17 миллионов. На нашем СНТ 2100 дач, ну, по факту. Конечно, кто-то какие-то брошенные, кто-то не платит. Но, опять же, от председателя информации мы никакой не получаем. Кто платит, кто не платит, какие деньги поступают, кто именно должник. И членские взносы у нас не самые дешевые во всем городе. На территории СНТ есть люди, кто живет здесь круглый год. Много семей с детьми, пенсионеры. Им некуда идти, это их единственное жилье. Чем обогреваться? Ни воды, ни света, ничего абсолютно. И городу он нас не хочет отдавать. Так что это уже просто крик души. Такое просто уже, это не первый раз в этом сезоне. Не первый раз вообще, вот мы здесь живем 6 лет. На моей памяти это очень часто происходит. И они ждут 72 часа, и по истечении 72 часов они начинают работать и включать свет. Но это ненадолго. Верно, трансформатор не рассчитан на то, чтобы зимовало очень много людей, отапливалось котлами. Котлы электрические, соответственно, они потребляют много. Людей сейчас много живет, и трансформатор просто не справляется. Энергосбыт просто не поставляет нам, во-первых, столько электричества, сколько нам нужно. А во-вторых, ни провода, ни трансформаторы просто не справляются, как я уже говорил. Нам необходимо, чтобы нас, наверное, забрал город к себе, забрал все и трансформаторы, и провода, и обеспечил нас необходимым количеством электроэнергии. Энергосбыт ежемесячно подает в суд на СНТ, чтобы им поступали хоть какие-то деньги от общей суммы долга. Поэтому жители уверены, что их плата за электричество уходит на самом деле на погашение долгов. В том году более-менее как-то ситуация была стабильная, более-менее со светом, да, но между делом я обращалась пару раз в администрацию нашего города. Приходили отписки, что в нашем СНТ много долгов, и как бы отключаются в связи с тем, что проводятся работы именно по должникам. Я говорю, ну окей, я не являюсь должником, но при всем при этом мне отключили электроэнергию. Они сказали, хорошо, мы сделаем запрос. В итоге мне Энергосбыт дал ответ, что да, действительно, в вашем СНТ есть большая задолженность. Если пока решается вопрос, с подключением обращаюсь только к председателю. Хорошо, мы обратились к председателю. Председатель как таковых ответов конкретных не говорит никаких. Для того, чтобы решить проблему, жители этого СНТ планируют обратиться в вышестоящие инстанции. Может быть, мы вынесем этот вопрос на более высокий уровень, то есть уже на региональный уровень. Я все понимаю, что это территория СНТ. И как бы никто не говорит о том, что возьмите и закупите нам эти трансформаты, но выделите субсидии какие-нибудь. Как-то решите, может быть, бюджет там заложен на… Мы просим помощи просто. Все, мы бесимы сейчас на такие маленькие дети. Некоторые родители не выдерживают. Они снимают поблизости квартиры и переезжают жить туда, чтобы окончательно не заморозить своих детей. А у вас, получается, прописка городская? Городская, да. Мы покупали также маленький домик, мы покупали с тем условием, чтобы прописаться. То есть, чтобы прописка была. То есть, мы прописались, расстроились, все. Но вот 150 метров от нас есть газ. Мы уже думали, как бы к нему подключиться, если можно. Но, опять же, это вопрос же, мы же одни это не будем делать. Это надо, чтобы председатель завел эту тему, чтобы хотя бы подсоединиться. То есть, либо к городскому свету, либо вот этому газу тоже газ, чтобы протянуть. Но председатель у нас не шевелится. Будем надеяться, проблема решится как можно скорее. И жители СНТ «Металлург» наконец получат тепло и комфорт в своих домах. Ксения Бедроссян, Марина Романова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». У меня на этом все. Если вы тоже хотите решить проблему в сфере ЖКХ, то обратиться в редакцию «Волгоград-1» можно по указанному номеру телефона или прислав свои материалы на электронную почту. В эфире была программа «Коммуналка». До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok